Дневник Магаса Витрувии. Запись Сигма, Капа, Три, Шестнадцать, Дробь, Си, Ви. Пока мой шаттл спускался на один из астероидов, что некогда был частью Великой Планеты, то я почувствовала тоску по Фенрису. Ведь в отличие от красот заснеженных вершина Сахейма, руины Мертвого Мира вызывали у меня лишь тоску и уныние. Они служили отличным напоминанием всем тем, кто по какой-то причине желает восстать против Анафемы и что с ними будет за этот поступок. Большинство ныне живущих считает, кто не родины Хоруса, однако некоторые ее наследники все же отмечены в аналах истории как верные слуги проклятого Империума. Речь идет не о тех ее сынах, что сражались за человечество десять тысяч лет назад, но об их потомках, которые до сих пор бьются за гниющего трупа на троне. Мне представилась возможность познакомиться с полковником 1-го Ахтанистского бронетанкового полка. Ну как познакомиться? Каким-то образом он пережил выстрел боево пушки рыцаря, что уничтожил его командный танк. И мне пришлось положить конец его жалкому существованию, собственноручно. После того, как я поняла, что он принадлежал к потомкам Хтонии, мне пришла в голову идея посетить этот мертвый мир. Мой шаттл приземлился недалеко от руин так называемой стены, ряда укреплений, которые были возведены имперскими кулаками после того, как по приказу Рогала Дорна они отвоевали эту планету у сынов Хоруса. Некогда стена представляла собой десятки секций стен и укрепленных аванпостов, составляющих систему взаимосвязанных оборонительных сооружений, возведенных среди хтонийских пустошей. Эта оборонительная система включала в себя большую внутреннюю стену, протянувшуюся более чем на сотню километров к западу от главного улья планеты, врата Луперкаля, и закрывавшую основной подход к президиуму Аркс. А также ряд сегментов внешней стены, каждая из которых представляла собой небольшую крепость, призванную сорвать и задержать любое крупномасштабное нападение на внутренние стены. Наконец, по пустошам Хтонии было разбросано несколько десятков аванпостов, в каждом из которых проживало не более полусотни воинов, и которые должны были выполнять функции станции раннего оповещения, и артиллерийских наблюдателей в случае высадки предателей, а еще скрытых минных полей, установленных в ключевых точках пустошей. Вся эта взаимосвязанная система контролировалась и управлялась из президиума Аркс. Сам же президиум Аркс представлял собой шедевр осадных сооружений, модульную цитадель, большинство помещений которой было спущено с орбиты. Его ядро представляла собой огромную цитадель, оснащенную толстой броней и сложными средствами управления и контроля, позволяющими имперским кулакам командовать гарнизоном из одного зала, а также казармами, достаточно большими, чтобы вместить целый орден Легиона Састартес и все его подразделения вспомогательного персонала. К сожалению, следовать руины Аркса не представляется возможным, поскольку он был давным-давно уничтожен. На осколках этого мира не осталось практически ничего, но все же я не стала отчаиваться и попыталась найти нечто, что могло бы пролить свет на историю этой планеты. Спустя несколько часов бесплотных блужданий один из моих сервиторов обнаружил нечто. Это был осколок наплечника Астартес. Однако время и буря, что башевали на планете до ее уничтожения, стерли краску и любые отметки, нанесенные на него. Положив находку в стазисный контейнер, закрепленный на спине одного из технотрелов, я решила взобраться на один из зацелевших участков стены, надеясь найти там еще какие-нибудь артефакты. Окинув взглядом окружающие меня пустоши руины, я пришла к выводу, что это место всегда было крайне непригодным для жизни. Хтония была миром с твердой каменистой поверхностью, пронизанной туннелями и подземными городами, который вращался вокруг медленно умирающей звезды в безжизненной системе. Планета, колонизированная в давно забытом прошлом, сейчас бы классифицировалась как шахтерский мир, которую систематически истощали на протяжении тысячелетий, оставив в конце лишь распотрошенную тушу. Человечество зарывалось все глубже и глубже в корухтони, в то же время застраивая ее поверхность перерабатывающими ульями, которые в конце концов разрушались и проваливались в бесконечно тянущиеся пещеры, находящиеся под бесплодной и отравленной поверхностью планеты. Столкнувшись с тотальным, экономическим и социальным коллапсом, жители Хтонии либо покидали ее, если обладали достаточным состоянием, чтобы вернуться на Теру, либо все глубже погружались в ужасающую нищету, характеризующуюся как дикостью, так и отчаянной борьбой за выживание. Теперь на планете начали главенствовать свирепые банды, ранее населявшие глубины Хтонии, которые наслаждались свободой от суровых законов и порядка, что поддерживались на планете раньше. На этом мире больше не было никаких законов, и каждый житель полагался лишь на свою силу и жестокость. Но со временем некоторые банды захватили достаточно большую территорию, а их лидеры превратились из обычных головорезов в подобие королей. С армиями мужчин и женщин, состоящих у них на службе, короли захватывали пути к важным транспортным туннелям, требовали дань с более слабых группировок и создавали анклавы в сердце заброшенных шахтерских выработок. Другим же бандам было достаточно лишь крови и страха. Они жили исключительно насилием и жестокостью, довольствуясь тем малым, что могли добыть. Порой это доходило до крайности, и некоторым группировкам для жизни было достаточно человеческого мяса, которое они добывали спавших. Новые банды возникали, возвышались и распадались в течение нескольких солнечных месяцев. Ну а те, кто продержался дольше, были уверены лишь в одном – их время тоже придет. И так продолжались долгие годы эпохи раздора. Сильные убивали слабых, чтобы потом погибнуть самим. Неизвестно как, но население Хтони не только выжило в подобных условиях, но и процветало за счет убийств и грабежей. Так продолжалось до тех пор, пока первые экспедиционные флоты не покинули колыбель человечества и, находящиеся относительно недалеко по космическим масштабам Атеры, с которой поддерживались незначительные контакты даже в эру раздора, Хтони стала одной из первых планет, присоединившихся к новому Империуму. Поскольку в то время на Хтонии не было централизованного правительства, она вошла в состав Империума без согласия ее населения, которое в основном пряталась под землей, пока зарождающийся Империум пытался поживиться остатками этого мира. Экспедиция Пятого Легиона, впервые исследовавшая Хтонию, призывала к искоренению местного населения, называя планету «гнездом змей с витом под землей», которое нам лучше уничтожить. Однако Империуму нужны были клыки, и поэтому он увидел в глубинах Хтонии совершенно другие богатства, а именно людей, диких и жестоких, которые отлично владели навыками, требующимися развивающемуся государству людей. Масштабы подземного мира Хтонии и ее невидимые орды оказались куда более ценным сокровищем, чем вначале предполагал Империум. Ведь они не только стали отличным пополнением для Имперской Армии и Легиона Састартес, но и укрывали одного из потерянных примархов. Под руководством Хоруса Луперкаля, новоиспеченного Повелителя 16-го Легиона, жители Хтонии стали служить как в Имперской Армии, так и работать на недавно восстановленных заводах. Величайший из возрожденных ульев Хтонии был переименован во врата Луперкаля и стал мостом между беспросветным подземным миром, где обучались жестокие воины Хтонии, и поверхностью, где люди из-за пределов планеты пытались восстановить хоть малейший проблеск былой славы Хтонии. Однако этому было не суждено случиться. Посмотрев еще несколько минут на безжизненную каменную пустошь астероида и черноту космоса, я, отряхнув полы своей мантии от пыли, двинулась вдоль по стене. К моему величайшему сожалению, я больше ничего не нашла. Ни осколка брони, ни даже гильзы. Сервитеры обследующей окрестности также ничего не смогли обнаружить, и поэтому мне ничего не оставалось, как отправиться на другой астероид, подпитываясь пустыми надеждами найти что-то стоящее. Пока Шаттл летел к другому астероиду, я размышляла об артефактах, что могла бы обнаружить в уничтоженных улях и крепостях, в которые уже никогда не удастся проникнуть. Но больше всего я сожалела о потерянном терминале Атлас и уничтоженном улей врата Луперкаля, которые захватчики переименовали во врата предателя. Атлас был реликвией Эры Раздора, огромным орбитальным лифтом, соединяющим поверхность с орбитальными платформами наверху. В давно забытые века он служил для обеспечения торговли между Хтонией и другими древними колониями человечества, перевозя каждодневно огромное количество грузов и пассажиров на орбиту и обратно. Врата же были поистине древним ульем-гигантом, существовавшим еще до Эры Раздора, и, вероятно, являлись пережитком темной эротехнологии, городом, поистине огромных размеров, который простирался высоко в нижние слои атмосферы и глубоко в поверхность Хтонией. Он сохранил свое стратегическое значение благодаря расположенным в его сердце огромным субвратам, которые позволяли тяжелой технике и крупным караванам перемещаться между поверхностью и подземным миром. В двух этих местах наверняка было можно найти не только множество артефактов, но и древнего и, возможно, запретного археотеха. И терминал Атлас, и врата Луперкаля стали первостепенными целями во время первой осады Хтонией. Когда воитель был уже на пороге сегмента Мусолар, Хтония превратилась в кинжал за спиной Теры, миром, изобилующим воинами, оружием и боеприпасами, миром, верным Хорусу. И достаточно близким к Солнечной системе, чтобы атакующие силы могли прибыть задолго до того, как подкрепление будет отвлечено от миров крепости сегмента Мусолар. Такую угрозу нельзя было игнорировать, и даже когда Дорн бросился останавливать продвижение Хоруса, он также направил те войска, которые мог выделить, на устранение угрозы, исходящей от Хтонии, намереваясь обратить выгоду от опасной планеты в свою пользу. Ибо этот мир, остававшийся безнаказанным, превратился во плод предателей в самом сердце сегмента Мусолар, а в ближайшие годы мог стать арсеналом для Легиона Дорна, главным источником как орудия войны, так и воинов для его владений. С этой целью в шестом году тридцать первого тысячелетия Дорн направил на Хтонию девятый и четырнадцатый батальоны имперских кулаков, тринадцатую великую роту космических волков, несколько тиранских когорт имперской армии, а также несколько отрядов Легио Кустодес. Командовал боевой группой лорд-кастелян Эвандер Гариус, воин, который когда-то служил вместе с волками в дни славы Великого Крестового Похода, сейчас же ветеран, оказавшийся в опале у своего повелителя Рогала Дорна. Для этой миссии он был идеальным инструментом. Он понимал своего врага и отчаянно стремился вернуть себе расположение Дорна. Лишь два неполных ордена сынов Коруса и поддерживающие их рота несущих слова были размещены на Хтонии. Да и то воинства сынов Коруса совсем недавно прибыли на планету, чтобы восполнить боевые потери новыми рекрутами. Эти ограниченные силы не могли и надеяться выстоять против гнева Империума. Этот факт не мог не ускользнуть от известного военного гения-воителя. И из чего следует, что Хорус не собирался сражаться, чтобы сохранить контроль над своей приемной родиной. По всей видимости, Хорус поставил все на грандиозную атаку Тера из своей новой крепости на далеком галактическом севере. Видимо, ему казалось, что Хтония была стратегическим блефом, средством, чтобы отвлечь часть сил Дорна и не более того. Возможно, именно предвидение этой стратегии или же простой прагматизм перед лицом подавляющей силы сковали войска предателей на Хтонии в шестом году 31 тысячелетия, поскольку они практически не пытались противостоять флоту вторжения в открытом бою. Их звездолеты покинули систему перед лицом Имперского флота, который вошел в систему Хтонии, в то время как легионеры-предатели, застрявшие на планете, предпочли не мешать высадке лоялистов. Вместо этого они отступили к шпиле у Леврат Луперкаля и терминалу Атлас, намереваясь, по всей видимости, организовать оборону в этих укрепленных точках. После высадки десанта воины 13-й Великой Роты Космических Волков возглавили имперские силы, и на серых равнинах перед возвышающимся шпилем Луперкаля пролилась первая кровь. Волки не давали пощады и обрушились на изолированные отряды, с которыми сталкивались, пуская в ход все оружие, имевшееся в их распоряжении, и не давая противнику шанса сплотиться или контратаковать. Когда волки Фенри соомыли землю Хтонии кровью ее бывших повелителей, имперские кулаки атаковали огромный шпиль в Ратлу Каля. Как только имперская армия окружила огромное сооружение, фаланга из семи осадных дредноутов модели Левиафан разнесла в щепки главные ворота, разбив украшавшее их золотое око Хоруса. И все же сыны Хоруса, несмотря на всю свою непокорность, не могли противостоять численному перевесу врага, и имперские кулаки продолжили атаку, оставив за собой только трупы цвета морской волны. Оккупационные войска стремились как можно быстрее взять под контроль вершину Центрального Шпиля, где покоился Черный Тронхтоний, то самое место, с которого воитель когда-то правил миром, некогда взрастившим его. Стремясь захватить этот великий трофей для своего примарха, Гариус отправил лучших из своих воинов на штурм вершины Шпиля, в то время как несколько десятков сынов Хоруса и Хиндукти и Автоматонов пытались заблокировать продвижение лоялистов серии хитроумно спланированных засад. Сыны Хоруса, уступавшие ли те двух легионов, использовали город Улей как оружие в этой неравной борьбе, которая, как большинство из них понимало, была тщетной. Они перегрузили силовые цепи так, что они были готовы взорваться в любой удобный момент, а также запечатали все гермодвери. Одной из самых разрушительных ловушек стало уничтожение девятнадцатой верхней опоры Шпиля, которая была отделена от Уля с помощью серии взрывов, унеся с собой целый отряд Хускарлов в пасть Огненной Смерти. В течение почти четырех часов сыны Хоруса сдерживали лорда Костеляна Гариуса, не обращая внимания на собственные потери и ущерб, нанесенный верхним уровнем Улья. Защита рухнула лишь тогда, когда Гариус и Теган Колби из Варгиров ворвались в небесное убежище и сразили вождей сынов Хоруса. Далеко внизу, в глубине врат Луперкаля, там, где имперские кулаки ожидали столкнуться со столь же упорным сопротивлением сынов Хоруса, они нашли лишь разрозненные ряды защитников. Полевым командирам лоялистов быстро стало ясно, что их противники не собирались оборонять огромными рулей. Вместо этого они намеревались саботировать ключевые системы, дабы сделать его бесполезным для нападающих, пустым трофеем, который можно бросить к ногам Анафимы. Не имея выбора, имперские кулаки взяли на себя обязательство обеспечить безопасность нескольких ключевых объектов, зная, что они не смогут полностью помешать планам своего врага. Отряды щитоносцев сокрушили диверсантов сынов Хоруса, которые попытались перегрузить древние реакторы врат Луперкаля. Однако они не смогли помешать легионерам сынов Хоруса уничтожить кластеры Авгуров и батареи защитных макроорудий. Преследуемые разведчиками имперских кулаков и космических волков, подавляющее большинство членов гарнизона сынов Хоруса, отступила через огромные подврата в самом центре врат Луперкаля и исчезла в неизведанных глубинах подземного мира Арахтонии, где, будучи в полной изоляции, они все еще продолжали представлять угрозу для оккупационных сил лоялистов. Они отправились в подземный мир и в километрах под землей, укрывшись в лабиринтах избилистых туннелей и скрытых редутах, создали крепость, известную как логово Тирана. Это место стало пристанищем для всех выживших сынов Хоруса, а также для многочисленных бандитов и гражданских, которые легионеры намеревались превратить в боеспособное войско, желая когда-нибудь отомстить. Поверхность же Хтонии теперь принадлежала Рогалу Дорну. Огромное знамя с оком Хоруса, которое когда-то высоко висело на одном из боков древнего ульеврат Луперкаля, было сорвано и сожжено, а город был переименован во врата предателя и, по приказу императора, был передан под контроль Дорна. Хтония решала всех своих привилегий сокровищ, превратившись в обычный шахтерский мир. Те минералы и руды, которые можно будет добыть, будут отправлены на Граю и брошены в горнила войны. Что же касается выносливо у населения Хтонии, оно стало либо грубой рабочей силой, либо кормом для фабрик рабов Лакримарты. Самые же способные пополнили ряды имперских кулаков в качестве рекрутов. По приказу Дорна, все символы и вся память о воителе должны быть уничтожены и забыты. Его легион должен был быть побежден не только на поле битвы, но и унижен, ведь все, кто должен был стать будущим сынов Хоруса, должны были быть подчинены и перекованы верных воинов императора в имперских кулаков, а планета же должна была быть опустошена, а затем заброшена. Еще двумя потерянными, но не менее примечательными сооружениями были Фарос Абскурус и Верфи Титанов. Фарос представлял из себя еще до уничтожения планеты непримечательные руины, которые свидетельствовали об утраченной славе Хтонии. Вероятнее всего он был древним маяком для торговых кораблей и представлял из себя тонкую башню, уходящую ввысь более чем на километр. А вот Верфи Титанов представляли для меня куда больше интерес. Огромные промышленные комплексы, раскинувшиеся вдоль побережья Ядовитого моря, производили в огромных количествах различные боевые машины. Но, несмотря на название, реальных Титанов на Хтонии было произведено немного, однако она была одной из самых крупных площадок для производства танков Лемон Рус и Доминатор. После короткого полета мой шаттл приземлился на астероиде с куском уцелевшей древней Солончаковой равнины, известной как Чаша Шайтана. На Хтонии издревле существовали ключевые точки оккультного значения – благоприятные слияния проходов в подземном мире, которые могли служить каналом и усиливать темное влияние Варпа. И одно из таких слияний находилось под Солончаками Чаши Шайтана. Здесь несущие слова, которые прибыли вместе с сынами Хоруса отвоевывать, кто не услуг Анафемы, проводили кровавые ритуалы, остатки которых я намеревалась найти. К тому же, здесь произошло одно из самых крупных танковых сражений на этой планете, в котором, к тому же, принимали участие даже Титаны. Неподалеку от Чаши Шайтана когда-то располагались горы Ворхек, у подножья которых сыны Хоруса развернули свой осадный лагерь, из которого совершали набеги на различные позиции имперских кулаков. Также данная местность некогда изобиловала многочисленными провалами и разломами, некоторые из которых были жизненно важны как для коренного населения Хтонии, так и воевавших на ней Астартес. К северу от Чаши Шайтана располагалась бездна Аанлок, что была одной из нескольких крупных воронок, соединявших поверхность Хтонии с подземным миром. На протяжении веков кочевники Хтонии использовали ее как центр торговли и убежище от свирепой погоды этого сырового мира. Здесь военные отряды и торговые караваны перемещались между мрачными глубинами и ослепительными пустынями. В середине, между Бездной и Чашей, была очередная воронка, известная как Змейные Челюсти. В отличие от прохода Аанлока, туннели, располагавшиеся в этом провале, были слишком нестабильными для прохода крупной техники, однако в них частенько можно было встретить различных представителей кочевых племен, которые путешествовали в подземный мир через Змейные Челюсти, невзирая на опасность быть похороненными заживо. К сожалению, здесь меня также ждала неудача, поскольку, копаясь в пыли, я ничего не обнаружила. Я намеревалась найти здесь еще хотя бы парочку обломков брони, но реальность была полна разочарований. Однако, когда я расстроенно побрела обратно к шатлу, то, по какой-то счастливой случайности, наткнулась на обветренный кусок золота, исписанный неизвестными рунами. Это была часть позолоченного черепа, который, по всей видимости, висел на поясе какого-нибудь прославленного ветерана сынов Хоруса. Я была в этом абсолютно уверена, поскольку мне было известно о традиции коренных танейцев покрывать золотом черепа прославленных врагов. Как только я коснулась его, в моем сознании пронеслась картина умирающего мира. Поверхность Хтонии прогнулась и потяжелела, в ее коже открылись огромные разломы, поглотившие целые роты, сражавшиеся насмерть. Планета разрывалась на части в медленном рукотворном Армагеддоне, который невозможно было остановить. Горы рушились и засасывались в расширяющуюся бездну, а кое-где в результате разрушения коры планеты, на месте поглощенных вершин, вырастали новые. Люди на планете гибли миллионами, и все же воины до сих пор сражались и истекали кровью, держась за крепости, даже когда те пошли ко дну. Врата предателя накренились и опрокинулись, как огромный корабль среди каменной бури. Кулик очнулся в сторону еще, и бок главного шпиля погрузился в бушующую землю. Видение закончилось так же быстро, как и началось, и я покачнувшись по брелакшатлу, дабы покинуть этот забытый мир, унося с собой кусочек ее наследия. Конец записи. Сигма КП-316 дроп Си Ви. Несмотря на сложное время, мы не уходим с Ютуба, и более того, делаем все возможное для наших нынешних и будущих спонсоров. Вы можете продолжать получать контент раньше остальных, теперь на площадке Бустей, где мы разместили свой станционный полустанок. Переходите по ссылке в описании, становитесь подписчиком и наслаждайтесь контентом. А если вам хочется большего, тогда бегом на наш сайт, где вас ждут тонны разнообразного видео от былинных сказок до батл-репортов, и их количество с каждым днем растет. Все ссылки, как обычно, в описании к видео.